Девушки отдыхают Садись А мне нельзя Да почему тебе нельзя? Пить Ты беременна, да? Да, но что же в этом плохом? Да? И тебе хватает еще наглости? Вот это ты спи свой подгуз? Савай Пить, подожди Давай поговорим Все, а не о чем нам с тобой больше разговаривать Понятно? Не о чем нам с тобой больше Пить, подожди Вода меньше портится, когда течет А не стоит Хотя что я тебе про воду-то говорю Ты об этом лучше знаешь Ну это да, я же в Жеке работаю А вы и правда все знаете? Ну давай, располагайся Да нет, я лучше так постою Ух ты, такой бойкий был А теперь даже не знаешь куда сесть Садись Ну так что, рассказывай Ой Да вы извините меня Я сам не свое последнее время Фух Ну меня жена изменила И признаваться еще в этом не хочет А ты видел эту измену своими глазами? Да ну нет, конечно Ну дело-то не в этом сейчас Дело в том, что я-то детей иметь не могу Женщины ради своей цели на все готовы Точно, вот это вот, точно Она очень сильно хотела забеременеть Но дело сейчас даже и не в этом Я просто не понимаю, мне-то что теперь делать? Что делать с ребенком, с чужим? Ну этот ребенок по твоей судьбе Тебе принять его надо Да нет, ну да, а что за судьба-то такая? Она будет гулять, а я буду детей воспитывать чужих? В тихом омуте черти водятся И мутная вода, когда отстоится, она разрачной становится Я... я не понял Ну что... это что значит вообще? Все, что тебе нужно было от меня, ты уже получил Ступай домой Хотя подожди А у меня все готово, забирай Спасибо Ну а что поделать, бывает такое, случается Ребенок тоже ни в чем не виноват Ладно уж, воспитаем его как-нибудь В смысле? Ты что? Мне одолжение делаешь? Маша, я вообще просто тебя не понимаю Ты хотя бы извинилась что ли передо мной Я не знаю, ну как Ну хоть как-то Не знаю, покаялась там Пускала, Петь, ну так и так Вот бывает, да, случилось вот так вот За что, Петь? Я забеременела от тебя Маша, ну ты же не врала раньше, никогда Ты никогда раньше не врала? Ну почему ты сейчас врешь? Ну скажи просто, так будет честнее, признайся На мне вины нет А неправду я признавать не буду Это твой ребенок, Петя Слушай, ну подожди, ну это уже... Нету, да? Ты уверена, мой ребенок Вот, посмотри Что это? Что это? Открой, посмотри, что это Читай Получается, что ты мне врал с самого начала? Да что я врал тебе с самого начала? Ну что, ты хочешь иметь детей? Я хочу иметь детей, но Мочь и котей типа абсолютно разные вещи Обидеть, это какая-то ошибка Какая-то ерунда Ну какая ошибка, какая ерунда? Ну ты посмотри на себя Ну ты просто уже не знаешь, что придумать Ну это даже не смешно, это ужасно Ты что, правда мне не веришь? Нет, конечно не веришь Что ты делаешь? Убирайся от себя Я спросил тебя Что ты делаешь, Маша? Что ты делаешь? Это мои вещи Ты с ума что-нибудь сошла? Уходи Не смог Петр с собой совладать Не послушал к нему судеб И понесло его по бурному течению Да все прочь от его счастья О, а что ты здесь делаешь? Сегодня разве твоя смена О, привет Привет Тебя что, из дома мы выгнали? Фух Да нет Сам ушел Ну не хочешь, не рассказывай Мы же договорились на работе О личном не говорим Чай будешь? Кофе Два сахара без молока Без молока Да ладно Как так получилось? Любовника что ли нашла? Я не знаю Пришел домой Она мне показывает тест Говорит, вот От тебя Но ты же не можешь Да, не могу И что теперь делать думаешь? Не знаю Может провериться Еще раз ходить Мало ли Ну, отличная идея Слушай, скажи, пожалуйста Помнишь, мы ходили к твоей знакомой тогда В клинике там Она работает еще? Она там же работает Ну, смотри Хочешь, я с ней договорюсь Чтобы она сделала все побыстрее Без очереди Слушай, да, да Конечно Спасибо тебе большое А когда можно? Я прямо сейчас позвоню И еще, смотри Ну, если тебе негде остановиться Можешь у меня пожить временно Слушай Оп Вуаля Спасибо, Петь Побезло все-таки, Машки Руки у тебя золотые Смотри, какие он Мозолистые Руки настоящего мужчины Так, так, так Не, не Ну, давай Давай без этого Ну, правда Петь, ну, ведь мы нормально с тобой жили И никакие дети нам были не нужны Так, ну, я серьезно говорю Пожалуйста Давай без этого Я пришел к тебе как другу А я тебе помочь хочу Ну, все Давай не будем Ну, ты сама говорила Мы разные Я тюфяк Этот, скучный Ты вон Какая праздника тебе надо Машка Другое дело Ну, такая Домашняя Теплая какая-то Вот-вот В тихом ум У тебя черти водится В тихом ум У тебя черти водится Точно Необратимая атрофия Секреторных клеток Бесплудие Ну Я уж понадеялся Ну, Петь, ну не расстраивайся Давай сходим куда-нибудь Развеемся Ой, нет, слушай Какие мне сейчас гулянки У меня Машка с головы не выходит Я просто не понимаю Ну, как она так могла Почему главное Вроде все хорошо было Все нормально Ну, я не понимаю Ну, может, какая-то ошибка А? Ну, может быть, есть способ Еще как-то провериться Ну, вообще, я слышала Есть такой специальный тест ДНК На отцовство для беременных Может, Машке-то и сделать Для беременных? А Ну, стопроцентный? Ну, после теста точно Узнаешь, ты отец ребенка или нет Спасибо тебе, Нина Спасибо Я пойду к Машке сейчас Алло, Вик Спасибо Да, повелся Но я про Петьку Я про тест ему рассказала Она Да ни одна мать на такой тест Не согласится Такие риски Пока За вещами пришел Вон сумки Да я вообще-то пришел поговорить Так не о чем Эй, ну ты чего Я вернулся А ты как-то не рада мне Да нечему радоваться Собственный муж обвиняет Этого изменения А сам врал мне с самого начала Послушай, я так говорил Потому что я боялся тебя потерять Потому что ты очень хотела иметь ребенка А я не могу иметь детей Ну, если ты уверен, что не можешь иметь детей То ты зачем пришел Ну Ну, мы погорячились оба Да, ну Ты пришел прощения попросить? Да Да, я пришел попросить у тебя прощения Хотел попросить тебя сделать тест Один Какой еще тест? Вот, смотри Тест на отцовство? Угу То есть меня еще проверять будут? Ну, мне же так будет спокойней Да ты только о себе думаешь Забирай вещи, уходи отсюда Ну, Маш, ну перестань Ну, чего ты так заводишься? Есть себе нечего скрывать Если ты любишь меня Почему бы мне сделать тест-то? Зачем? Я знаю, что я забеременела от тебя Ты хоть знаешь какие-то риски для малыша? Да ну какие риски? Ну, есть там какой-то небольшой процент Ну, ничего страшного не будет Ну, правда Уходи отсюда, уходи Маш Я люблю тебя Здравствуйте Я по поводу теста на ДНК Зачастую слеп человек в своем упорстве И жизни отказывается доверять Потому как думает, что лучше все знает Вот только не все подводные течения ему ведомы И коли полезет он с ослиной спесью Куда не надобно Горе не миновать Привет, Маш Здрасте Врач, между прочим, сказал, что все заживет очень быстро Это бывает такое, но не повезло, реально Угроза выкидыша, вот что реально, Петя И все из-за твоего дурацкого теста Здравствуйте Здравствуйте Как себя чувствуете? Болит еще вот здесь Ничего, капельницы доделаем и все придет в норму Спасибо Это муж? Да Вот и хорошо, сегодня получили результаты теста Пожалуйста Отправляйтесь Спасибо Да Спасибо Спасибо Ну что, посмотрим? Маша, дай сюда, давай Ну, давай или ты открывай Ты правда хочешь увидеть результаты теста? Конечно, я хочу увидеть результаты Мы же для этого все делали Ты до сих пор мне не веришь? Петь Я рисковала жизнью нашего ребенка Ради твоей дурацкой прихоти Так, ну, при чем тут веришь, не веришь прихоти? Давай просто посмотрим, все Я сделала это, чтобы доказать, как много ты для меня значишь А ты даже не извинился За что я должен извиниться, Маша? За что я должен извиниться сейчас перед тобой? За то, что я попросил тебя сделать этот тест? Потому что я не могу иметь детей Пожалуйста, Маша, прости меня за то Что я попросил тебя сделать тест Пожалуйста! Только я не могу понять одного Почему у нас все время виноват только я один А ты ни в чем не виновата у нас Ты так ничего и не понял Хотя бы спросил, как я себя чувствую Тихо, 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 ну, чего? Тебе сейчас нельзя нервничать Давай, не будешь вставать, ложись, ложись Тихо, давай просто посмотрим Ну, пойми, для меня было важно Чтоб ты поверил мне Мне поверил, а не этой бумажке На, забирай ее, смотри Твои результаты, убирайся отсюда Давай, ты успокоишься И я тоже успокоюсь Так, это я отец Маша, это я отец Я отец! Я, ну, а как так? Маша, это же чудо, а? Прости, все, прости меня, пожалуйста Давай начнем новую жизнь По-новому будем жить, пожалуйста У нас ничего не получится Почему? Я не смогу с тобой жить, уходи Я лучше буду одна растить ребенка, понимаешь? Уходи отсюда! Врача, позовите, пожалуйста, врача! Доктор! Здравствуйте А я вот был у вас недавно, помните? Да, конечно, помню Ну, я так же помню, что Слова, которые я тебе в прошлый раз сказал Почему-то мимо тебя пролетели Так, тогда-то вроде как понятно все было Ну, более-менее А сейчас вообще ничего не понятно И как могло такое чудо произойти У меня будет ребенок Да и не надо ничего понимать-то Просто надо верить Так, ты мне скажи, что ты хочешь? Я хочу быть своей женой с Машей Хочу воспитывать сына Ну, хорошо Ну, что я тебе скажу Выбор у тебя, конечно, небольшой Но у тебя все сладится именно с той Кто будет принимать тебя таким, как ты есть Да, по пять загадками говорить Значит так На Пойди купи мне хлеб Ну, это же не деньги Ну, ты веришь всему, что написано Понятно Понятно Тест на ДНК был подделкой, да? Ой Тебе что-то втолковывать все равно Что в воду ситом таскать Говорят, чтобы новая дверь открылась Старая закрыться должна Подумал Петр, что Инна была с ним Даже зная о его бездетности И решил к ней вернуться Но открытая Насте же дверь Не всегда та Что нам по судьбе предназначена Опять на ночь? Да и нет, почему? Навсегда Открываю Рано или поздно ли Любая правда, как весенний росток На свет попросится И дорожку себе найдет Маша Привет Мальчик Давай помогу Давай Петь, оставь Да ладно, что ты Ну я просто помогу Давай Слушай, так хорошо, что мы встретились с тобой Петь, иди своей дорогой Ты свой выбор сделал Это да Я просто до сих пор не могу понять Зачем ты меня тогда обманывала? Как ты вообще смогла поделать этот тест? Дурак ты Это любовь твоя была подделкой Неправда Неправда, Маша Я всегда тебя любил Ведь пошли, мы опаздываем Черт Не подлезь туда Не могу подцепить там Че бесишься? Из-за Машки, что ли? Слушай, да я Я реально, я просто глазам своим не поверил Ну мальчик, он вылит, и я в детстве У него даже родинка точно такая же, как у меня на лбу была Вот здесь вот Подумаешь, родинка У младенцев родинки потом пропадают Ну, да, у меня тоже была здесь родинка И потом пропала Вот, потрогай Выемка только одна осталась Вот, вот, вот Тихо, 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 тихо Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо Дев, ну, послушай Там, в ящике В красной коробке Какого? В этом ящике? Вот, вот там В каком? В ящике, в красной коробке В этом? Да, да Так Да ладно, Петь, все в порядке Фин, а зачем тебе это? Ты что, изменяешь? Что нет, конечно Да, 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 да сам подумай Я тебя столько ждала Что потом налево, что ли, гулять? А зачем тогда тебе эти таблетки? Я же бесплодный Отелла мой, ну не ревнуй Эти таблетки лежат с лохматого года Их просто надо выбросить Так, а, погоди, погоди, погоди Мы с тобой живем уже практически год Таблеткам этим нету и месяца Понимаешь? И если ты меня не изменяешь Тогда получается, ты что? От меня предохраняешься? Так, что ли? Вот это я придурок Вот это я придурок Подожди, Петь Ой, вот это я идиот Я просто не понимаю Почему я тебе-то поверил Почему я поверил тебе и врачихе твоей Почему я не Маше поверил С ее тестом Она тест делала, ДНК Специально А я дурак Ах Я Я просто В общем, я На самом деле думал, что ты меня просто Воспринимаешь таким, какой я есть А получается, что ты меня сделала Таким, какой я есть Петь, ну я просто хотела быть с тобой Я вам хлеба купил Спасибо вам большое за все Ну вы же мне сразу сказали, что женщина ради своей цели готова на все Ну только я не сразу понял О ком вы говорите Инка-то Подруга ее Справку поделала Она сама таблетки пила, чтобы не забеременеть от меня А меня обвинила в том, что я бесплодный И держала меня этим Вот я говорил тебе, если правды не знаешь, то хотя бы лжи не верь Да вот, поверил уже А сейчас понял, кто на самом деле меня обманывал Только видно, уже поздно Истина Она как жемчужина В раковине Она глубоко-глубоко запрятана И чтобы достать ее, надо нырнуть А вот ты все по берегу ходишь Только брызги на тебя попадают Ну почему? Почему я такой дурак-то, а? Можно? Так он твой Еще с первой нашей встречи Видать всему свое время Лариса Павловна Мам! Кто там пришел? Петь, ты зачем пришел? Я пришел попросить тебя прощения Ну мы же с тобой все обсудили Уходи Маша Послушай меня, пожалуйста, серьезно Прости меня, Маша, пожалуйста Это я во все виноват Я дурак, но я хочу все исправить Много времени прошло уже Много упущено, но Мы все наверстаем Я очень тебя люблю Очень сильно тебя люблю Сынок, тебя люблю Простите меня, пожалуйста Простите меня Любовь и преданность Петра Скоро стерли обиду из сердца Маши Как вода всегда себе путь найдет Так и правда Везде себе дорогу отыщет Субтитры обиду из сердца Маши Субтитры обиду из сердца Маши Субтитры обиду из сердца Маши Саня, как тебя угораздило опять в историю влипнуть, а? Ты понимаешь, что тебя чуть не убили? Да мне машину по дешевке предложили купить. Я подумал, я сейчас денег займу, я заработаю и быстро отдам. Кто ж мог подумать, что эти продавцы? Сволочи редкие. Обязательно было у таких полукриминальных занимать, а? Слушай, если тебе так нужна машина, я могу тебе ее подарить. Серьезно? Только ты завязывай с этими своими авантюрами, а? Ну, найди себе нормальную работу. Хочешь, ко мне в офис устройство? Нет, спасибо. У меня еще один вариант есть. Не факт, конечно, что он выгорит. У нас же в семье один везунчик. И это явно не я. Слушай, ерунды не говори, а? Ерунды? Ерунды, значит. Сань. СНЕПДНОМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Здравствуйте. Я к вам за помощью. Можно? Да-да. Проходи. Да, дело в том, что Саше, брату моему, постоянно не везет. Он никак не может себя найти, постоянно впутывается в неприятности. Ну, везет тому, кто везет. Садись. Да, но с тех пор, как умерли родители, Сашке очень сложно пристроиться. У него все валится из рук, в вуз бросил. Постоянно он находит в себе неприятности. А ты? А что я? Ты тоже потерял родителей. Так, ну я-то маленький был. Меня тетка на воспитание взяла. А при чем без тетка? Ты же сам понял, что рассчитывать тебе не на кого. Дурака перестал валять. Выучился. Дело свое открыл. Да, откуда вы знаете? Ну, вот есть книга судеб. В ней многое рассказано. Но есть люди, у которых все на лице написано. Простите, а в этой книге написано, как брату помочь? Как удачу к нему повернуть? Да. Подарок обещанный не дари. Ладно. Не можешь мне ее купить, значит не можешь. Но машина действительно, это дорогой подарок. Да дело не в деньгах. Я ей правда все порчу. Ее, скорее всего, угробил. Ничего ты не портишь. Мне обидно. На следующей неделе обещали таксистом поработать. Денег бы нормальным заработали. Ладно, придется отказаться. Сейчас позвоню, откажусь. Ладно, не надо никуда звонить. Уговорил. Поехали, тачку тебя выберем. Не смог Михаил найти в себе твердость и выполнить мой наказ. Все, стоишь, поехали. Забыл, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями. Думаю, вот эти два подходят под концепцию заказчика. Но многое придется переработать. Согласна. У меня как раз появилось пара идей. Ты молодец у меня. Прости. Алло. Что? Авария где? Да. Да, записываю. Он жив? Какие у него травмы? Алло. Настя, слушай, мне срочно надо уехать. Я с вами. За руль в таком состоянии ездил. Хорошо, спасибо. Поехали. Что случилось? С тобой все нормально? Конечно. Да успокойся ты, я цел. Машина только. А мы уже переживали, что что-то серьезное. Кто же знал, что ты из-за такой ерунды переполох поднимешь? Миш, Миш, ну не злись. Я просто не знал, что делать. Ты меня лучше с девушкой познакомь. Сам знакомься. Саша. Настя, очень приятно. Брат Мишин. Я смотрю, Миша снова повезло. Да мы работаем вместе. Познакомившись с Настей, согласился брат на предложение работать у Михаила. Рвение проявлял. Приходил засветло. Уходил позже всех. Стало ему все удаваться. Ой, ты здесь уже? Привет. А раньше я самая первая приходила. Да надо многое наверстать. Два года на дизайне – это маловато. У тебя все получится. Цветы. Радовался Михаил, что может теперь всегда присмотреть за ним. Но покуда присматривал он за братцем, тот присматривался к Насте. Тебя подвезти? Нет, спасибо, я пройдусь. Настя. Да я хотел сказать. Я рад за вас, Саши. В смысле? Ну, ты сделала то, что не давалось никому. Привела его в чувство, вытащила из депрессии. Он с тобой совсем другой. И я же вижу, как вы рады друг другу. И, короче, я рад, что вы друг друга нашли. Между нами ничего нет. Да если есть я, то кто такой, чтобы передо мной оправдываться. Ты мне не веришь? Я хотел сказать. Да, не важно, дураком себя чувствую. Я просто хочу, чтобы вы оба были счастливы. Я хочу, чтобы вы оба были счастливы. Казалось Михаилу, что Настя с Александром нашли друг друга. И упустил он любовь, в которой не решался руку поделать. Но не мог Михаил разглядеть очевидного. Мастер, а что ты тут делаешь так поздно? А ты? Я работаю. Я просто думал, вы с Сашей уже ушли. Саша ушел. Один. И мы с ним поговорили на всякий случай. А о чем? О том, как мне жаль, что я ввела его в заблуждение. Если со стороны могло показаться, что я с ним флиртую, это не так. Мы можем быть только друзьями. Почему? Потому что мне нравится другой мужчина. Но иногда мне кажется, что он слеп. Я слушаю. Что? Да, 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 конечно, выезжаю. У меня дома пожар. А Саша сейчас у меня живет. Это опять случилось. Опять близкий мне человек взял мое несчастье на себя. Что значит опять? Потому что это из-за меня родители погибли. Так уж из-за тебя. Я тогда тоже был в этой машине. Мы ругались с отцом. Вот он отвлекся от управления. В результате авария. Мама с папой погибли, а на мне пару царапин. Так ты себя в этом винишь? Немного ты на себя берешь. А вот теперь, брат, у меня все отлично. А он постоянно от жизни получает. Вот чуть в пожаре не погиб, а ведь это моя квартира была. И где справедливость? Так значит жизнь несправедлива к вам, обоим-то. Да. Ну как мне передать Сашке удачу? Я на все готов ради него. На все? Вот так вот поменяться судьбами? Готов все отдать, а потом начать все сыну? Да, готов. Пуще прежнего опекал Михаил брата. Тот, как поправился после пожара, на работу вышел, однако опаздывать стал, да деньги на лечение клянчить. А потом и этого трудню мало показалось. Аппетит-то приходит во время еды. О, привет. Ты где пропадал? Ты в курсе, который час? Прости. Я ездил к врачу, там пробки. Очередь. Ладно, садись. А у нас для тебя хорошие новости. Мы тендер выиграли. Будем делать рекламу для ювелирной компании Кречетов. Круто. Ребята, я так рад, что я во всем этом участвую. Миша, у меня, конечно, нет доли в бизнесе, но я чувствую, что это семейное дело. Хотя, конечно, странно. Старший брат работает на младшего, но мне все равно. Мне кажется, я нашел место в жизни. Сашки, я очень рад. Знаете, я тут подумал, эта фирма действительно наше общее дело, и будет справедливым, если вы тоже станете ее владельцами. Короче, я хочу выделить вам долю в бизнесе. Ну, скажем так, по 35% нам с Сашей, и 30% тебе, Настя, я. Подожди, но... Ты с самого основания поднимал эту фирму со мной. Я отказа не приму. Миша. Братишка, это много для меня значит. Спасибо. Но я предлагаю это дело отметить. Кто за? Ну, решено? Ну что, идем? А кого ты хотел там увидеть? Тебе там что, еще кто-то? Нет, нет. Тормально. Так. Миша, не дай свой телефон. Я в офисе оставил. Сейчас вызову. Скоро там такси? Сейчас, сейчас. Братишка, не дрейвь, Настя твоя. Даю тебе зеленый свет. Пара бокалов Мартинина потеряет голову. Да, Мишаня, знатный сегодня наклюкался. Как бы он квартиру свою не перепутал. Настя. Ты чего? Ты можешь все мне рассказать. Я понимаю, что ты не испытываешь ко мне тех чувств, что я к тебе. Но ты можешь на меня рассчитывать. Я могу быть просто хорошим другом. Ты меня любишь? Да. Тогда поцелуй меня. Я к тебе. Девушки отдыхают. Ждем тебя на наше первое совещание. Вот как. Хорошо. Так, и о чем мы будем совещаться? Мы с Настей пересмотрели наши активы. И заметили, что вторая студия редко используется. Предлагаем ее продать. Нет. Наша фирма расширяется. И студия нам еще понадобится. Все-таки мы хотели бы обсудить. Тут нечего обсуждать. Вы что, серьезно? Так, это моя фирма. И я не позволю ее разбозаривать по частям. Ах, вот как. Значит, твоя. Я-то думал, что мы совладельцы. Хорошо. Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы продать вторую студию? Ну вот. Значит, большинство против. Не торопись. Настя, ты... Почему? Ну, ты же хотел, чтобы мы с твоим братом стали одним целым. Я его во всем поддерживаю. Отлично. Совет вам да любовь. А забирайте мою фирму. Надеюсь, не подавитесь. Михаил крепко осерчал. Но все же решил поговорить с братом. Не верилось ему, что тот его предал. А где Настя? Приболела. Что ты хотела? Ну, вообще-то это мой офис. Ну, вообще-то уже нет. Мы с Настей проголосовали. И сместили тебя с должности генерального директора. Хорош. Да тебе власть голову скружила. Ну, какой ты управленец? Ты же в бизнесе ничего не понимаешь. Ну, я понял как-то, что 65% дают мне возможность управлять компанией. Ты глядишь, я и в другом смогу разобраться. То есть деньги и положение тебе дороже брата? Да ты просто цены всему этому не знал. Все тебе само в руки шло. Баларин судьбы. Побудь теперь ты в моей школе. Моя очередь жить красиво. Здравствуйте. Надеюсь, не против? Нисколько. Ну, как тебе живется на месте брата? Хорошо. А вы же знаете, да? Я же все потерял. Девушку любимую я во всей своей жизни. Ну, это ты на словах хотел поменяться с ним и стали. А на деле-то все вышло иначе. Да. Только самое страшное, что я сам своими руками сделал из брата чудовище. Этой своей жалостью и вечным потаканием. Ну, я хорошо, что ты понял. Конечно, ты не он. И он решил действовать, верить. А он жаловался, да, обижаться на весь белый свет. Ну, ладно. Деньги делаю наживное. Ну, новую фирму открою. Только девушек, конечно, много. Но такую, как Настя, я уже не найду. Главное направить силу, верно. А там и плоды по трудам будут. Пойдем. Миша. Простите, Михаил Васильевич. Настя, привет. Ты же давно у меня уже не работаешь и можешь называть меня, как хочешь. Я... Я просто хотела узнать, как дела. Отлично. Вот, начинаю все заново. Открыл новую фирму. Потихоньку набираем обороты. Как у вас дела? С Сашей. Мы больше не вместе. Я должна перед тобой извиниться за... Тогда я была очень зла из-за этого сообщения. Что, какого сообщения? Которое ты мне отправила, когда был пьян. Как будто хотел подарить меня ему как вещь. Ты чего, Настя? Да я бы никогда от тебя не отказался. Тем более после того, как ты мне сказала, что... Чувствуешь то же, что я к тебе. Подожди, значит, Саша отправил тебя домой, а потом вернулся ко мне. Ну да, он брал мне телефон. Я сам ему дал. Мам. Господи. Настя. Прости меня, пожалуйста. Я должна была тогда с тобой поговорить. Перестань, ты ни в чем не виновата. Это я все прошляпил. Мне было спокойно. Испытание – это наука человеку. Быстрый урок поймет. Скоро черная полоса закончится. А нет, так и будет по кругу ходить. Как или так. Нет проку соломку ему подстилать, Да проблемы за него решать. Так только ему до себе Медвежью услугу оказать можно. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok